Добрый день, дорогие друзья! Сегодня занятие номер восемь. Мы опять говорим о Луне. И когда мы говорим о Луне, это у нас занятие номер два. Сегодня будет новшество. В чём состоять? Занятие будет длиться не сорок пять минут, как обычно, а всего двадцать пять. Почему это происходит? Во-первых, я должна получать навык отключать своих стрельцов. Во-вторых, я на первых занятиях мазками сделала, нарисовала вам картину мира, и поэтому мы сейчас можем уже более точечно говорить о том или ином. Более точечно мы будем говорить о Луне сегодня. И да, это подтверждает, что и закон свободы выбора и воли, и закон целесообразности, и закон причины и следствия, они в действии благодаря тому, той ситуации, которую я вам хочу сегодня рассказать и поделиться с вами. Позавчера я шла от мамы и увидела, какая большая и красивая Луна. И я подумала, о, послезавтра будет четырнадцатый лунный день, практически полнолуние, восемнадцатого августа, все астрологи, все, кого я слушаю, кому я доверяю, кто мне нравится, кто позитивный, и я подумала, я обязательно для занятия в понедельник, мандой, лунный день, сделаю свою фотографию и обязательно для своих занятий этой фотографией поделюсь. Сейчас вы видите первую фотографию, которую я сделала, еще будучи в Швейцарии, на мой классный фотоаппарат с мега-классным зумом. Я даже положила ее потом на музыку и сделала такой ролик на несколько минут, а музыку я поставила из оперы «Русалка». Она на чешском языке, потому что композитор Антонио Энтони Дворжик, Антонин Дворжик. Вот, в исполнении Анны Нетребко ария называется «Луна». Она очень красивая, я в комментариях обязательно вам сделаю ссылку. А сам этот ролик опубликую у себя в телеграм-канале «Эдмудро21». Так вот, следующую фотографию я делала из окна на кухне, когда была в Лигурии. То же самое было полнолуние. Посмотрите, какая классная фотография получилась. А третья фотография, которую я хочу с вами поделиться, эта фотография была сделана, сейчас вам скажу, где, во Флоренции. Вот как раз в пятницу, когда я говорила о Венере, что я очень любила ездить во Флоренцию на Понте-Веккио, покупать себе всякие украшения, потому что мы львины Венера, Венера во Льве, если нам никто не дарит украшения, мы делаем себе подарки сами. И вот во Флоренцию я ездила покупать украшения, а чудную волшебную камеру с зумом я тоже подарила себе. Сейчас уже не помню, на какой праздник, неважно. Так вот, и это 2019 год был первый раз, когда я не ходила по Понте-Веккио, а была на другом мосту напротив и своей камерой снимала. И отражение облака, облаков в реке, и сам этот Понте-Веккио, и люди, которые очень много там, кто занимается греблей, и там вот это отражение оранжевое, и там в оранжевой футболке мужчина плыл. Я вот это всё фотографировала. И вот я вчера решила пойти и сфотографировать Луну. В разных ракурсах я её нафотографировала, потом пришла в центр, там установила своё оборудование. Смотрю, стоит телескоп, и вокруг очень много людей. А как я обратила внимание, мальчишка бежал и говорил, мама, мама, я хочу посмотреть на Луну в телескоп. Она говорит, спроси, сколько это стоит. Я сразу ушки на макушке слышу, стоит это 100 рублей. Я такая думаю, ой, я сейчас тоже хочу пойти посмотреть. И, значит, вот так буду сидеть. Я на новом месте сегодня. У себя в гостиной. Потому что в кабинете очень яркое солнце, уже и очень жарко. И так вот классно у меня получается. Я прям вся в этом, в золоте. Так вот, я познакомилась с владельцем этого прекрасного огромного телескопа, спросила, какое увеличение. Потому что у меня на камере 600 миллиметров увеличения. Вы видите, как классно, там всё видно. А Александр Александрович сказал, что 300. Но я думаю, наверное, сантиметр. Если у меня 600, и так видно. А у него вообще всё видно. У него, наверное, 3000 миллиметров. Да. Вот. Я говорю, а что ещё можно посмотреть? И представляете, он говорит, Сатурн. Я говорю, да ладно. А он говорит, да. Я говорю, где? Он говорит, да, вон за тем домом. Я такая, где? Не вижу. И он такой говорит, хотите посмотрите? Я говорю, да, конечно. Могу вам сказать, что я открыла финансовый поток. Потому что после того, как я смотрела Сатурн, все стали смотреть и Луну, и Сатурн. И пока я там стояла, разговаривала, я познакомилась с массой прекрасных людей. Прекрасная молодая пара из Красноярска. Я, естественно, сразу им рассказала, что я родилась в Красноярском крае, город Норильск. Мы обсуждали там всё. Я рассказала, естественно, что я уже год как живу в Сочи и всё такое-всё-всё такое. Вот. Ну, смотрите, про Луну. Луна, конечно, она вся в телескоп не помещается, потому что она очень увеличенная. Но мы видели прям край, горы. Он сказал, что это четыре тысячи метров высота гор и океаны, называл, как они называются, и сказал, что вот там один семьдесят восемь, по-моему, километров диаметр, другой семьдесят шесть. Тихий какой-то ещё как-то. Вот. Там вот, который семьдесят шесть. Там, где приземлялись американцы. Я же собираюсь в мудрой жизни. Я же со всеми разговариваю. Я же писатель, следопыт, исследователь. Я говорю, а как вы считаете, американцы были на Луне? Потому что есть много передач в Ютубе. Ну, так же мы знаем, как много фейков везде. Что якобы не были. И показали даже там студию, в котором это всё снималось. И он говорит, я считаю, что были. Потому что недавно американцы, ой, китайцы летали с каким-то мега супер. Наш, вы помните, если вы в курсе, недавно тоже вылетал весной. По-моему, в апреле в том году. Я ещё, помню, я была в Швейцарии. Вот. Наш вылетел, долетел и разбился. Потому что там другое притяжение. Ну, короче, что-то наши ребята не рассчитали. Окей. Американский, по-моему, даже не вылетел. А у китайцев всё, вылетел, долетел и начал снимать. И вот Александр Александрович говорит о том, что... Я на будильник смотрю, 25 минут же у нас сегодня. Говорит о том, что... Сбилось, блин. Нельзя мне отвлекаться. Нам, Стрельцам, нельзя отвлекаться. У нас фокус. Говорит о том, что китайцы увидели четыре платформы, с которых американцы взлетали. А, а до этого он ещё сказал. Он говорит, да, я думаю, что были, потому что двое сошли с ума. Он говорит, я не знаю, что они там видели. Вот. А третий спился, что ли, или... Ну, не помнит. Или покончил жизнь самоубийством. Не помнит. Вот. Кому интересно, посмотрите. Я потом тоже посмотрю для себя. И вот про китайцев. Ну, я... Окей. Я приняла его мнение на эту тему. Но потом, когда я шла домой, сегодня с утра, когда я ходила на море, когда я возвращалась, я подумала. А я не верю. Вот моё внутреннее я, да, я спросила у своего вечного странника, который я называю транспортное средство. В смысле, тело наше транспортное средство. А высший странник, он там. Он подключен к высшим сферам эфира. Хроника Акаши, информационное поле планеты Земля. Называйте, как хотите. Да? Я говорю так. Что там было? И ответ идёт такой, вот моё личное мнение, да? Из-за того, что японцы, американцы борются с китайцами, объявляют им санкции, всё такое. Как Советский Союз, ну, типа, согласился. Ну, да, да, были, были, да? Так же они могли сказать, так, китайцы, если вы не подтвердите, что мы там были, мы вам включим санкции на ТикТок или ещё что-нибудь там, какие-нибудь дополнительные. О чём китайцам стоит тоже соврать, подыграть? Столько лжи, да? Вот Андрей, главный герой моей книги «Он и она», он спрашивает Моисея Аркадьевича. Моисея Аркадьевич, а чему верить? Да, где истина? А Моисей Аркадьевич говорит, представь океан лжи. Он говорит, ты можешь найти там каплю истины? Он говорит, нет. А что делать тогда? Он говорит, закрой туда дверь. Не у всех, не там, не сям, а именно в книгах. Потому что даже вот эти все блогеры, учителя, они заинтересованы в том, чтобы были вечные ученики. И вот эта фраза «Я не хочу плодить вечных учеников», я её позаимствовала у своей любимой учительницы по оперному пению, Лучана Серра, да? Она, которая единственный преподаватель вокальной техники в Академии Ласкало и лучшая колоратурная сопрано 80-х-90-х годов, лучшая королева ночи Моцарта. Она, когда к ней там японки приезжали, там из Австралии, люди готовились к важным, таким сложным операм. Она говорила, учитесь, мне не нужны вечные ученики. А так как у нас сегодня материальный мир, люди хотят вечных клиентов, вечных учеников, вот, поэтому много манипулятивной информации, много информации даётся час по чайной ложке, и вот они соревнуются, кто больше прав. А я вам говорю, ищите знания через ситус вообще своей интуиции, закона целесообразности, вашей логики. Задавайте вопросы, просеивайте это и принимайте. Да, вот я не знаю, были американцы или нет. Может быть, они были. Я подумала сегодня тогда, а что они могли увидеть, учитывая то, что у нас нижний астральный мир ужасный, да, вот, и откуда он пришёл? Он пришёл и с Луны в том числе. Естественно, эти вибрации мы понизили, потому что, когда нам дали разум, мы выбрали из разума дуальную, вторую половинку, хитрость, да, агрессию, битву между братьями. Посмотрите, все князья всё время воевали между собой у нас в России. И тогда что произошло? Пришёл Иван Калита, я не помню, какой он был по счёту. У него было много сыновей, он их всех объединил. И потом Дмитрий Донской, сейчас по памяти, чтобы не перепутать Юрию с Долгоруким, он смог объединить всех братьев, и тогда они все вместе победили Золотую Орду. Нам все испытания даются для того, чтобы мы учились их преодолевать, чтобы мы учились правду от лжи отделять. Луна нам раскрывает наше сердце, наши чувства, нашу интуицию. Это тоже Луна. Эмоции – это, ну, я это лично называю низшим составляющим нашим. Злость, ненависть – они вот здесь живут, в животе, там, где Манипура. Я когда раньше злилась, у меня же горело вся, живот потел. И когда я кричала на рабочих, когда я была злобный дизайнер интерьеров, Оллис, кричала на рабочих, я чувствовала прям красную маску. Почему красную? Потому что это Марс, это огонь, это кровь бурлит. А о Марсе мы будем говорить, Март, иди, завтра. Так вот, я говорю, хорошо, Сатурн. Как выглядит Сатурн на черном фоне? Вот представьте, вот такой маленький. Сам телескоп где-то вот такой, больше метра длиной. Сверху там такая тоже трубочка, там, настраивает Александр Александрович. И сбоку такая у него эта штучка, мы там смотрим. Вот. Если Луна – это вот такая штука, да, ну, вот там кусочек. Сатурн, короче, черное небо. И такие, знаете, как, не знаю, 4 миллиметра кругленькая штучка светится, и вокруг неё светится колечко. И я подумала, уже сегодня, я думаю, господи, в субботу я записала эфир о Сатурне. В воскресенье он мне показывается. Так с нами жизнь разговаривает. Я ему послала любовь, благодарность, не под халимаш. Сатурн, не бей меня, да? Когда человек работает над собой, это шутка астрологическая, Сатурн отдыхает. Так вот, я была просто в восторге. И по сию минуту в нём же нахожусь в этом восторге. Вот оно, выбор, понимаете, куда я инвестирую своё время в познавание. Я на море иду, слушаю книги, аудио, именно знания, лекции, глубокие, высокие. С моря иду, слушаю. Обычно батарейка уже села из-за жары, и я тогда думаю, размышляю на эту тему. Каждую встречу свою, обдумываю. Вот этих ребят, пара молодая. Мужчина ко мне подошёл там, такой, ну, около 60 лет, и показывает мне фотографию. Во Владивостоке он сфотографировал. Он в храм там, он был на экскурсии, вот, и над храмом была луна. И он так 30 сантиметров в бок сделал и увидел, что прям над крестом, прям вот полумесяц, да, и он сфотографировал. И он мне говорит, я просчитал, теперь через 333 дня можно будет сделать опять такую же фотографию, потому что Земля вращается там вокруг Солнца за 365 дней, а луна за 333 или что-то такое там. Он мне вот это вот всё говорил. Вот, я там пока стояла, замёрзла. Почему я сегодня днём записываю на новом месте? Потому что я замёрзла. И с утра, когда проснулась, слышу голос, ну, так не очень. Думаю, пойду на море с утра. И пока вот я шла, я всё это думала. А, вчера случайно шла по парку Ривьера, встретила знакомого одного, молодой мужчины из Казани. И я говорю, ой, привет! А он там в Москву переезжал, вот месяц как вернулся. Он говорит, я женился. Я говорю, я тебя поздравляю. Я остановилась, стала с ним разговаривать. И он говорит, вот я медитирую. Я говорю, а как ты медитируешь? И он начинает мне рассказывать метод медитации, что там надо как боль превозмогать. Но я понимаю, что есть войны люди, да? Есть мыслители, есть библиотекари, есть продавцы в магазинах, есть спасатели на пляже. Каждый человек вырабатывает свой навык. И вот вчера вечером я слушала несколько тоже, как раз смотрю, вышла моя любимая клуб «Улица правды». Сергей Холмогоров, он как раз с передовой вернулся. И я именно его словам доверяю, в том числе. Потому что я вижу, что очень много этих блогеров, бывших генералов, которые за эти лайки, за аудитории, за рекламу, за монетизацию бьются и говорят там, кто во что гораст. А должна быть вера вещам. Не с критикой, с добротой, с созидательным посылом. Обращать внимание государство. Государство не может всё видеть. Но, ещё раз говорю, кто во что гораст. И я очень люблю, я выбрала давно уже людей, которых я слушаю, которым я доверяю. И вот он в подробностях рассказывал. И я сопоставила, у него такой треугольник, моя встреча с этим молодым мужчиной, татарином. У меня свекров была тюркская крымчанка, Зейнаб. И то, что говорит Сергей. Причём вот недавно, опять же, как бы случайно вспоминалось, я говорила о том, что уголовное дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И вчера Сергей говорит, это мой папа подписал, у него папа, по-видимому, прокурор, насколько я понимаю, подписал, дал ход этому делу. Он говорит, я горжусь, потому что время расхитителей, добра территории Российской Федерации. Оно прошло, хватит. И мы не должны с этим мириться. И мы не должны говорить, вот все такие-сякие. А я задаю вопрос, а вы где были в этот момент? Я украшала интерьеры людей. А вы где были? Тоже недавно познакомилась со взрослым мужчиной. Я так понимаю, он в органах служил. А сейчас он льёт вот этот негатив в энергоинформационное поле планеты Земля. И я поэтому объясняю, ребята, вы должны понимать, что каждый человек, как антенна, мы принимаем энергии от других планет, из космоса, от звёзд, но мы также от других людей негатив. Негативные программы извне. Но мы и сама тоже разрушаем. Если мы брюзжим, если мы злимся, если мы в негативе, какие мы можем быть? Вот такие. И вот я поняла, что каждый на своём месте находится. И с одной стороны люди говорят, вот вы в Сочи, в Москве ходите. Я тоже, когда из Швейцарии в том году весной приехала, у меня был диссонанс по энергетике. Одно, когда я в Швейцарии живу, в городе Луган, и работаю там, в том числе и с беженцами, и с детками, и с взрослыми, как переводчик. Так? А с другой стороны, я приезжаю в Россию, и я считываю, я же эмпат. Какая энергетика? А энергетика следующая. Многие люди делают вид, что ничего не происходит. Многие находятся в бунте, но носят маску, типа всё хорошо. И я поняла, что нужно людям объяснять. И я получила подтверждение, потому что у меня появился новый вид знакомых. Попутчики называются. Я же ехала Милану-Мальпенса, Хельсинки. Хельсинки нашла попутчиков. Очень классный телеграм-канал. Мы сейчас уже границу эту закрыли. Мы доехали до Санкт-Петербурга. Я остановилась у своей подруги, с которой познакомилась в институте. И первый раз точно мы с ней обнялись и увиделись, Виктория. Потом я поехала на поезде в Москву. Потом я поехала на поезде в Крым. Потом я поехала на поезде в Сочи. Потом опять. И я очень много, я же птицеговоров. И передо мной люди открываются, потому что я писатель, я из Европы. И я видела, как много вопросов, как много бунта у людей. На эти вопросы надо отвечать обязательно. И особенно много вопросов у нашей молодёжи. Ладно, пусть звонит. Вот. Поэтому. Короткие вот такие у нас будут занятия по 25 минут. Завтра будем говорить о Марсе, о марсовых энергиях, энергии войны. Вот сейчас Марс в объединении с Юпитером, в близнецах. Близнецы – это сеть. Без границ. Вот. Я надеюсь, теперь вы это слышите, потому что почему-то обычно не слышно. Будем говорить об этом. Поэтому всё, что происходит в Курской области, и Новолуния, и Юпитер – это народ, это много людей. Марс – это военные действия, огненные. В близнецах – это воздух, это всё без границ. Но Меркурий – это ретроградный, господа. Вот. И всё. Со вчерашнего дня, с 18 августа, Луна будет уменьшаться, видимость её, не сама Луна, естественно, и будут закрываться те события, которые ярко выступили за последние дни, которые мы наблюдаем сейчас. Знание – это жизнь, но без добра, без сердца, без чувства знание – это смерть, это мёртвые знания. Поэтому только каждый из вас выбирает через проект «Мудрой жизни 21». Хотите вы получать эти знания или вы считаете, что и вы и так и всё знаете. Всё во благо. Никого не заставляю писать комменты, не подписываться. У нас закон свободы выбора и воли, поэтому я не клянчу, не манипулирую. Всё во благо. Я знаю, что те люди, которые ищут настоящие знания, которые хотят размышлять, они найдут путь к моему проекту, к мультиканалу «Мудрой жизни 21» на просторах интернета. Без границ. Благодарю за внимание. До новых встреч в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!